Без пробок и промедлений в регионе появился первый медицинский воздушный борт. Он создан на базе легкого вертолета Ми-2. Первая его посадка состоялась на театральной площади в областном центре. На презентации воздушной неотложки побывала наша съемочная группа. Первое приземление санитарного вертолета Ми-2 в самом центре Саратова. Раскраска, как у реанимобилей. Желто-красные тона и большой медицинский крест на борту. Внутри все устроено так же. Необходимое оборудование, места для фельдшеров и пациента. Главное отличие от наземных неотложек, нет специальных звуковых и световых сигналов. В воздухе они не нужны. Да и скорость доставки больного в медучреждение значительно выше. Средняя скорость автомобиля, реанимобиля 80 км в час. То скорость вертолета 220-230 км. С учетом того, что и сокращается само плечо. Само плечо перелета. Поэтому увеличение как минимум скорости доставки наших пациентов, которые нуждаются в неотложенной помощи, увеличивается в три раза. Идея создания в регионе санитарной авиации несколько лет была лишь в проекте. А сейчас удалось воплотить задумку в реальность. Областной Минздрав взял в аренду у аэроклуба имени Гагарина вертолет Ми-2. Раньше он имел военную расцветку, но из-за слабого финансирования редко поднимался воздух. После заключения договора винтокрылую машину перекрасили и подготовили к дежурствам. Прошел все летные испытания. У него соответствующая лицензия на полеты и так далее. Все подготовлено к тому, чтобы он завтра встал в строй и выполнял свои боевые задачи. Вертолет Ми-2 обладает прежде всего огромной надежностью, выносливостью. Пилоты наши очень хорошо подготовлены. Удовольствие, правда, не из дешевых. Один летный час вертолета в воздухе обойдется в приличную сумму. Но, говорят власти, экономить если и нужно, то ж только не на человеческой жизни и здоровье. Наша задача делать все возможное для того, чтобы возможности, прежде всего специалистов, были самыми мобильными. Не всегда это за последнее время получалось. По нашим дорогам учитывая, не всегда возможно добраться в назначенное время. У нас теперь такая возможность есть, и мы можем все возникающие проблемы, которые будут на территории, их успешно решать. Пока расцветку санитарной авиации приобрел лишь вертолет Ми-2. Совсем скоро парк пополнится самолетом Ан-2. И со временем воздушная медицина региона станет мощным инструментом по спасению человеческих жизней. Эллада Абжалимова, Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.